привет всем привет всем с вами лига music wars сегодня у нас рубрика игроки of music wars первая часть а получил кучу сообщений ваших спасибо вам большое все но пожалуйста если вы пишете ну соглашайтесь вы записать аудио сообщение многие не хотят не то что читать даже бота слушать не хотят который по сути разговаривает возьмите над собой усилия запишите аудиосообщения хотя бы на диктофон на вашем телефоне это будет больше веселья ну а сейчас давайте послушаем игроков которые не отказались и послушаем что же игроки думают об игре поехали я в общем то вот недавно наверное летом 2019 года забросила игру music wars по причине того что слишком много доната ты плачешь очень большие деньги ну для некоторых людей не знаю там 2000 3000 это большие деньги а тебе даже в игре ничего нормального за это не дают и чтобы выбить какую-нибудь там например крутую вещь как он там называется я уже забыла ну короче не помню там вообще за все надо платить прям за все даже за смену имени надо тебе кучу денег вложить чтобы просто сменить имя чтобы вот просто ну захотелось тебе сменить имя надо тебе заплатить это вот как раз меня и смущало в этой игре но как бы для меня это было не знаю азарт какой-то я очень сильно хотела вбухивать просто не знаю огромные деньги в игру только для того чтобы выбить какую-то картинку которая ну просто картинка я все равно не могла стать нормальным хорошим игроком среди других донатеров то есть я ну как бы донатила вроде большие деньги я посчитала что где-то за всю мою игру я наверно где-то 300 тысяч рублей задонатила в эту игру есть вот за все и за весь период моей игры по моему я играла четырнадцатого пятнадцатого года наверное четырнадцатого года я играла ну и так чтобы в принципе стать хорошим раскачанным персонажем тебе обязательно надо для этого донатить даже вот чтобы игра ты предназначена для того чтобы ты поднимался по уровням и как бы был выше-выше некоторые враги просто сидят на уровнях и для это в точно кто донатить для того чтобы просто стать хорошим игроком на донатить ну это чтобы не быть любом даже минимально тебе надо донатить для того чтобы выбить питомца чтобы хоть как-то можно было сражаться и побеждать уверенностьي надо донатить и я как бы не против , это поддержка но слишком много доната я думаю многие враги говорят про то что слишком много доната, и это огромный минус. Также, мне кажется, что, в принципе, администраторы забивают на игроков, потому что из подарков падает просто... Я вот сколько не открывала подарки, я уже очень много задонатила, очень много открывала. Я так и не смогла питомцев многих, вообще всех. Я никого не прокачала до самого максимального уровня. У меня только это, по-моему, модульная печь называется, я уже не помню. Вот только она на максимального уровня, а остальное просто нереально выкачать. Там, знаете, наверное, миллионы. Ну, я, конечно, утрирую. Всем привет! Очень рад оставить свое мнение о данном приложении. Я играю под ником Nickelback, появился в игре в 2016 году. Игра в полгода забросила и вернулся уже в 2019 и продолжая в ней находиться. Постараюсь рассказать о положительных и отрицательных моментах и, собственно, свое пообщающее какое-то мнение. Начну с положительных. Первая эта графика. Несмотря на то, что игра появилась в 2013 году, а на вред 2020, для меня игра выглядит визуально красивой и привлекательной, что не может не радовать. Другой плюс — это поддержка скинов. Дело в том, что я не являюсь донатером и не могу позволить себе какой-то новый скин или элемент в студии, который покупается за рубины. Но я постоянно контактирую с игроками, у которых есть эти элементы. И для меня, опять же, это выглядит визуально красиво и привлекательно. Еще один плюс — это равнообразие жанров. Для любителей RPG — это башня, для любителей позуальных игр — это мукбокс, для любителей стратегии танчиков — это мудмейхи, ну и для любителей файтингов — это, собственно, сама игра. И еще один главный плюс в игре — это цикличность самой игры. Да, я считаю, что это плюс. Дело в том, что для средних игроков, которые не донатят, у них нет рубинов, отсутствует возможность выкачать питомца на максимум или какой-то пояс, прео или что-то подобное. Поэтому цикличность в игре позволяет добить, докачать элементы или питомца в последующих акциях, которые появятся спустя год или два года. Поэтому для меня это однозначно плюс. Ну и начну с плохих вещей. Для меня самым большим минусом играет плохая работа с аудиторией. Если бы не личная инициатива Елены, я думаю, не было никакой группы, никаких бы конкурсов не проводилось. Хотя на дворе 2020-й и для игроделов работа с аудиторией — это одна из остальных частей. Я не понимаю, как вы можете это упускать. Еще один минус — это отсутствие, опять же, фитбэка от игроков и отсутствие тестеров, которые донесли бы до вас позицию игрока без хейта, без негатива, а спокойно, четко. Потому что вы смотрите только со стороны разработчиков, и это однобокая точка зрения. Следующий минус — это нежелание, боязнь или отсутствие возможности решать какие-то проблемы. Да, мы знаем, что вы обсуждаете проблему с графитом, но вы ее обсуждаете, вы не доносите до игроков вот свои решения, какие-то попытки не показываете, какой-то эксперимент. Мы думаем, что вы на это все забили и не решаете эту проблему, а это очень плохо. Да, пусть вы сделаете функционал, который будет плохим, который вы в дальнейшем уберете, но он будет, мы будем видеть, что вы решаете эту проблему, а не просто сидите и обсуждаете ее. Еще одна проблема — это большие, очень большие лаги в игре. Я понимаю, что игра была сделана в 2013 году уже на данный момент устаревшим технологиям, но хотелось бы видеть какое-то решение этой проблемы, потому что находиться в игре во время какого-то события просто нереально из-за лаги. Даже во время экспедиции это все очень лагает. Еще один минус — это нежелание или, опять же, боязнь или отсутствие возможности вводить какой-то новый функционал. Вы ввели в башню — это просто шикарный, отличный функционал. Ввели новую экспедицию, которую мы просили очень давно, уже года два. И, опять же, это очень шикарный функционал. Но это просто капля в море. За два года такой маленький функционал — это просто нереально плохо. Поэтому мы хотим видеть какой-то новый функционал, новые эксперименты, чтобы вы не боялись, опять же, вводить этот новый функционал. Ну и, собственно, какое-то обобщающее мнение подведу. Для меня эта игра очень хорошая игра, на самом деле, с визуально приятным, красивым функционалом, да, постоянно лагающимся, но, тем не менее, очень красивым и разнообразным достаточно. То есть если мне он дает башню, я спокойно поиграю в музмейх. Доедят мне музмейхи, я спокойно поиграю в музбок или займусь прокачкой основного персонажа. Поэтому разнообразие для меня — это очень интересный и очень положительный момент. Дальше. Я считаю, опять же, уже говорил о том, что цикличность для меня — это очень положительный момент. Поэтому, ну, типа, для игроков, которые находятся в игре пару лет — это, да, минус — это однообразность. Но для игроков средних, которые не донатят, которые не могут выкачать каких-то питомцев, какие-то элементы получить — это, я считаю, плюс. Опять же, я не считаю, что нужно увеличивать какой-то дроп при подарках, на ключах и тому подобное. Дело в том, что если игрокам дать такую возможность получить все, что они хотят, то игра очень быстро загнется. Так как я сам являюсь разработчиком и разрабатывал в игре и применял подобный шаг, поэтому я прекрасно понимаю, к чему это все приведет. Ну и хотелось бы увидеть разработчиков каких-то новых экспериментов, новых функционалов в плане разнообразия. Пусть он будет плохим, но тем не менее он будет, и мы будем видеть, что разработчики получают от нас фидбэк, пытаются как-то с нами взаимодействовать и слышать наше мнение. Всем спасибо за то, что вы прослушали мое мнение. Надеюсь, кому-то было интересно. Хочу сказать две вещи об игре — хорошую и плохую. Начну с хорошей. Спасибо разработчикам за данную игру, где собираются люди, общаются, играют, находятся, где могут найти себе друзей и даже больше. Также за разнообразие самой игры, где можно сделать персонажа по своему стилю, умению, скачать, как так хочется. Это возможно сделать своего индивидуального персонажа. Также хочется исказать другую сторону этой медали. Так сказать, она болевшим. В игре сильно часто страдает падение супер-призов с колеса фортуны. Не то, как бывает, что игрок в качестве вкранит, а по итогу сливает свою мебель в ноль, что не очень радует самого игрока. Хотя тут зависит чисто от рандома. Также хочется сказать и о падении ключей на экспедиции. Когда человек вливает кучу расхода и самого расхода и получает одни серые. Я считаю, что это неправильно — получить то, за что ты вкладываешься на экспедиции, так как от серых ключей падают очень малые призы и которые не окупаются самим расходом. Очень хочется, чтобы разработчики поправили и сделали эти поправки. Ещё хочу сказать о полигонах, на которые я перестала приходить из-за причины того, что сливать информацию в другую команду. По мне, так это неправильно, так как ты такой же игрок, ты тратишь свои расходы, тратишь свои волны, аптеки, а в итоге ты получаешь ничего. Из этого твоя команда часто проигрывает. И это тоже не очень-то и хорошо. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что нельзя сделать полигон анонимный, так как на разработку будет какое-то время, да и нужно придумать, как это будет происходить, так как анонимность не даёт стопроцентной гарантии, что другая команда не узнает ваш ход. Но также хочется сказать и про башню. Когда её уши, с одной стороны, это даёт хорошую возможность вкачаться и побеждать других игроков. Но появились и те люди, которые ходят со группами и нападают на одного игрока. Я считаю, это неправильно, так как люди находятся в заранее сговоре, чтобы получить себе больше очков и занять самые топовые места. И этому ещё мешает выполнить одному человеку достижение. К сожалению, в таком случае тут остаётся только два выбора. Либо находиться в сговоре с другими игроками, либо вообще не играть в башню. Поэтому мне очень хочется, чтобы в игру также ввели PVE-режим, как до этого уже предлагали. Напоследок также хочу сказать. Прислушайтесь, пожалуйста, к мнениям игрокам. И удачи вам в продвижении проекта. Я хочу сказать ещё и о подарках. Мне хочется, чтобы игрокам, которые тратят свои рубины и звёзды, ввели шкалу прогресса, которые точно даст нам западение питомца или другого иного предмета. Так как в последнее время я часто видела видео, что люди тратят очень много рубинов и звёзд, и им ничего не выпадает. Я тоже считаю это неправильным. В общем, жду. Пишите мне ВКонтакте, но сначала добавляйтесь в друзья хотя бы, чтобы можно было написать. Давайте, жду сообщений и будем потихоньку поднимать новую рубрику Игроки о Мьюзик Варсе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok